На востоке Казахстана готовятся к сезону паводков в области около ста населенных пунктов, где существует угроза подтоплений. Треть из них сильно пострадала в 2018 году, поэтому теперь все они под пристальным вниманием служб ЧАЭС. Если сейчас опасность для жителей региона, знает Анна Льисенбердина. Неожиданное потепление до плюс 7 градусов, даже ночной дождь. Такая погода сегодня насторожила и жителей региона, и специалистов. Паводки близко, поэтому и организован очередной облет. В центре внимания районы Алтай и Катон-Карагай. Особенно волновала нас Бухтарма, делится начальник отдела предупреждения ЧАЭС Алексей Штыкель. Но своенравная бурная река пока в основном скована льдом. В ходе аэровизуального обследования установлено, что сегодня запасы снега по обследованию района не превышают нормы. Вместе с тем, ледовая обстановка стабильная на реке Бухтарма. Выхода на лед и угрозы населенным пунктам нет. Но успокаиваться рано. Ситуация может измениться в любой момент. Поэтому противопаводковые работы идут всю зиму. К примеру, в поселке Шигас при городе Скаменогорска в декабре прорыли новую орочную систему длиной полтора километра. А чтобы не подтапливало микрорайон Согра, выпрямляют русло реки Ульба близ села Степное. Всего в опасной зоне около тысячи домов в областном центре. Но решающие значения имеют погодные условия. На сегодняшний день, согласно официальным данным КАЗ Гидромета, у нас глубина промерзания почвы составляет 69 сантиметров. Высота снежного покрова 12 сантиметров. По сравнению с 2018 годом, когда в городе Ульск-Каменогорске проходили интенсивные паводки, помните, да, вот этот момент, значит, в 2018 году высота, глубина промерзания составляла 123 сантиметра. То есть в два раза больше. По прогнозам, этот год должен быть значительно спокойнее, считают эксперты. Тем не менее, службы ЧАЭС уже подготовили всю технику. Лодки, мотопомпы, только гидрокомбинезонов для спасателей закоплено около двух тысяч экземпляров. Комбинезоны предназначены для работы в СВР, противопаводки, мероприятиях. Также у нас имеются болотоходы. Кроме того, пополняются запасы инертных материалов в мешкотары. Сегодня заготовлено порядка 370 тонн горючих смазочных материалов. Ведется работа по подготовке водопропускных сооружений, их очистка, мосты, соответственно, очищаются также, а реки, каналы. Главное – не допустить повторения паводков весны 2018. Тогда оказались затоплены сразу около 30 населенных пунктов. Анна Лисенбердина, Жигир Маканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.